Александр Домников, выпускник VDI, 23-й Фоток. Всем привет! Сейчас основная работа у меня в геймдиве. Дополнительно работаю дизайнером, работаю с презентациями, баннерами, с сайтами, то есть веб тоже. Ну и в принципе всего понемногу. Здесь такая интересная история. Как раз в компании, где я сейчас работаю, меня туда привел мой приятель. Он там работал художником, сейчас он уже ушел оттуда и я, вдохновившись его примером, понял, что я хочу что-то менять. До того момента я не особо представлял, чем я вообще хочу заниматься и присматривался к разным профессиям, потому что я даже когда пошел учиться еще в институт, я тоже толком не понимал, чего я хочу. И в итоге я сначала пошел на художественные курсы, отучился там какое-то время, но понял, что мне потребуется больше времени, чтобы уже непосредственно как-то поменять или хотя бы разнообразить род деятельности и заинтересовался дизайном. Ходил на разные курсы, в итоге пришел на VDI и могу сказать, что лучше бы я пошел туда сразу, потому что больше всего пользы оказалось. Ну, я не могу сказать, что меня же что-то прямо бесит, злит, не устраивает. Просто хочется, ну, дополнительно научиться тому, что, ну, к чему действительно душа лежит, к творчеству, к рисованию, созданию каких-то интересных объектов. В перспективе, да, но нужно, во-первых, немножко еще улучшить портфолио, побольше интересных работ добавить. Ну, и плюс сейчас мне так удобно, что у меня есть как подработка, и я могу ее совмещать с основной работой. Поэтому, ну, пока так удобнее. В перспективе, когда уровень вырастет, то можно будет уже переключиться целиком, наверное. Да, можно сказать, даже вьетнамские флешбеки определенные были. Ну, первые, по-моему, недели две или три, ну, подная часть, она была достаточно такая, ну, расслабленная, потому что больше такой принцип, как monkey-see, monkey-do, если вы знаете, когда мы просто больше смотрели, учились, наблюдали за другими, делали копии. И это, вот, кстати, тоже достаточно уникальная штука. Я вот ни на одних других курсах этого не видел. И что, в свою очередь, мне кажется, очень полезно, что не сразу кидаться в бой, делать какие-то готовые проекты, а сначала потренироваться на уже состном копировании. Это вот прям очень помогает. И, ну, если у вас возникает вопрос, зачем я это делаю, поверьте, это надо. Да, я начал несколько по-другому смотреть на мир, замечать какие-то вещи, которые не замечал ранее. То есть, банально, ну, опять же, возвращаясь к началу курса, у нас было, по-моему, несколько занятий про, так называемый, уровень нормы, и как нам показывали такие ужасно сверстанные сайты. И хорошие сайты, и у тебя как будто открываются глаза, так, и ты действительно, вот это хорошо, это плохо. Стал как-то больше интересоваться, ну, не сколько дизайнер, сколько искусством в целом. И параллельно с этим, как хобби, немножко рисование прокачиваю тоже, там, пиксель-арт, обычные иллюстрации какие-то. Так что, ну, если говорить в целом, появилась какая-то определенная цель в жизни, и стремление, ну, то есть, не просто жить, что-то там зарабатывать, есть и спать, а, ну, как-то стремиться, развиваться, улучшать себя. Ты когда изнес какую-то интересную штуку, не столько дизайнов, сколько искусства в целом, да? Да. Дизайнов, как ты их объединяешь, разменяешь? Ну, искусство – это более широкое понятие, оно входит все, там, и музыка, и кинематограф, и дизайн – это одна из сфер, как я считаю. Ну, максимально близкая, конечно, к изобразительному искусству, но это далеко не просто рисование картинок, как мы все знаем. Не, ну, понятно, что мы, когда работаем, это, на своего рода, нашим ремеслом становится, но все равно нужно не забывать о том, что мы должны не просто там отрисовать что-то, а, ну да, вот, побыстрее, чтобы побыстрее сдать, ну, создать что-то действительно хорошее, новое, вот, тоже в качестве примера, недавно на моей, ну, подработке было задание нарисовать открытку к 9 мая, праздник, который был достаточно недавно. И, как мы все знаем, мы сначала ищем референсы, и вот это была главная проблема, потому что… Большая часть открыток на 9 мая, все знают, как и не выглядели. Да, ну, вот пример из «Одноклассников», там, вот эти все, где там куча всего намешанного, ну, или вообще жесть, когда там берут какие-то фотографии вообще других, скажем так, вражеских армий и лепят на открытки с праздником, ну, то есть люди вообще не парятся, не разбираются, вот, и, ну, в какой-то мере я почувствовал на такую ответственность, что я должен создать что-то такое, что, ну, будет, ну, хотя бы чуть получше. Я не претендую там на какие-то топ, может быть, результаты, но чтобы продвинуть, чтобы у нас все это… Да, я бы просто не скидно смотрел. Ну, хотя бы так, да. В начале обучения вполне логично, что это отсутствие опыта, ты не понимаешь, что хорошо, что плохо, и как раз для этого существуют тренеры, которые, ну, натаскивают, вас учат, ну, может быть, как-то показывают, что вот здесь ты неправ, и вот важно объяснить, почему ты неправ, и, ну, со временем, конечно, когда ты повышаешь и насмотренность, и опыта у тебя больше, все равно становится легче, ну, и, естественно, кто, ну, в частности, как я, например, может быть, прямо совсем с нуля приходит практически, и тоже многих вещей может не знать, и главное – желание потратить свое время и силы, и все должно получиться. В свободное время вырисую что-то дизайну, может быть, для того же DL, UI, какие-то свои работы, иллюстрации. Люблю настолки, Warhammer, катаю на байке, вот такая бы и микс. В принципе, все. Да, здесь как раз отдельно хотелось отметить, ну, то, что, оканчивая VDI, ну, можно сказать, попадаете в такую гильдию или профсоюз дизайнеров, которые всегда готовы там помочь как-то советам, можно что-то спросить, пообщаться. Я общаюсь, вот, нас делили на группы, я вот с этой группой общаюсь, и с другими выпускниками тоже. В принципе, благодаря как раз вот этой гильдии, можно сказать, я нашел вот эту возможность подработки, так что я очень благодарен. Расти, развиваться в перспективе, я думаю, полноценно перейти в веб-дизайн или, может быть, в дизайн в целом. Сейчас дополнительно еще изучаю веб-разработку, чтобы можно было сайты не только рисовать, но и писать. Ну, как раз сейчас я там этим займусь. В целом развиваться дальше, стараться как-то поднять свой уровень, в том числе и заработка, и, ну, чтобы больше всяких хотелок. Все достаточно просто, чтобы это все стало возможным. Ну, так как я уже говорил, что это не моя основная работа, поэтому тут каких-то сверх высоких сумм нет, но в среднем где-то 10, 15, 20. Повторюсь, это как подработка, то есть дополнительно просто. Так что, ну, не просто хлеб, но еще масло и колбасы сверху, образом говоря. В перспективе, конечно, если переходить уже куда-то на полноценную работу, мы с дизайнером, то, думаю, там будет, конечно, побольше. Привет, Дима, я очень рад, что учился в твоих курсах, в твоей школе. И, ну, опять же, возвращаясь назад интервью, лучше бы я пошел сразу к вам. Потому что, ну, это действительно как раз надолоний такой скачок. Всем спасибо, пока.